МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД Выражаясь официально, это период, когда полностью сходит снежный покров и устанавливается теплая погода, и продлится он до наступления осенних дождей. Это время является одним из самых жарких во всех смыслах слова для департамента по чрезвычайным ситуациям. Как подготовиться к пожароопасному периоду и предотвратить его опасности? Сегодня все узнаем. Пожароопасный сезон уже начался. В целях оперативного реагирования на чрезвычайные ситуации в пожароопасный период 2012 года, силы и средства службы по разрушению аварийно-спасательных работ в ЧС Алматинской области находятся в постоянной повышенной готовности для выполнения задачи по ликвидации возможных чрезвычайных ситуаций. Халатность и безответственность – главные факторы возникновения природных пожаров. Каждую весну работники крестьянских хозяйств поджигают сухую траву, расчищая территорию подплазбища, а рыбаки и охотники поджигают камыш с целью вынимания дичи для своего обогащения. Огонь распространяется бесконтрольно, что часто приводит к массовым пожарам. Простые правила, которые предотвратят трагедию. В нами проводится большая расселительная работа по соблюдению требований пожарной безопасности в период весенних полевых работ, а также при нахождении населения в лесостепных и горных массивах. Помните, как три года назад горели леса Сибири? А какие чудовищные пожары бушевали на австралийском континенте в конце 2019-го, начале 2020-го года? Тогда счет человеческих жертв шел на десятки, выгорали тысячи гектаров земли. Австралия понесла миллиардные убытки. Казахстан тоже хорошо знаком с природными пожарами. Ежегодно они наносят масштабный урон горам и степям страны. Например, в 2019 году ущерб от таких пожаров составил 220 миллионов тенге. Ежегодно в республике происходит около 4 тысяч природных пожаров и загораний. Из них примерно 3,5 тысячи приходятся на степные пожары. Площадь выгоревшей земли достигает порядка 180 тысяч гектаров. С начала текущего года на территории Туль-Калматинской области прошло 18 лесных пожаров, ущерб от которых уже исчисляется миллионами тенге. С марта 2022 года на территории области зарегистрировано порядка 90 случаев загорания сухого травостоя на площади более 130 гектаров, из которых в ненаселенных пунктах, а именно в степных угодиях, прошло более 76 загораний на площади более 117 гектаров. В целях своевременного реагирования на возникающие природные пожары на территории Алматинской области в департаменте по чрезвычайным ситуациям внедрена система космического мониторинга чрезвычайных ситуаций, по которой исчисляется постоянный контроль за чагами природных пожаров. Данные дистанционного газондирования Земли предоставляют САО «Национальная компания Горыж Сапары». Космомониторинг представляет собой систему обнаружения пожаров в природных экосистемах с помощью искусственных спутников Земли. Информация, полученная со спутников снимков, обрабатывается и расшифровывается соответствующими специалистами. Дважды в сутки данная информация поступает в управление в кризисных ситуациях департамента в виде снимков с отражением на них термальных точек, нанесенных на электронную карту Алматинской области. Также для более точного уточнения информации по возможным очагам пожаров используются геоинформационные данные и сервисы, доступные в специальном геопортале, где можно увидеть координаты термальной точки, ориентированную площадь загорания в гектарах. Далее данная информация доводится по линии дежурно-диспетчерских служб пожаротушения, лесоохранных организаций и местных исполнительных органов. На сегодняшний день использование данных космического мониторинга позволяет существенно повысить оперативность обнаружения на ранней стадии очагов лесных и степных пожаров и принять все необходимые меры по их своевременной ликвидации и уменьшению материального ущерба. На распространение огня в лесостепной и горно-лесной зонах влияют различные факторы. Температура и влажность воздуха, сила ветра и особенность рельефа. Например, в горах по склонам скорость распространения пламени может достигать несколько десятков метров в минуту, а пожар в степи способен распространяться со скоростью гораздо большей — 600-700 метров в минуту. Природные пожары наносят огромный вред окружающей среде, уничтожая флору и фауну, приводя к радикальным и порой непоправимым изменениям экосистем в пострадавших регионах. Последствия крупного и длительного пожара могут привести к климатическим изменениям и загрязнению воздуха. Продукты горения и сажа, попадая в атмосферу, быстро распространяются на огромные расстояния. Даже в регионах, где нет пожаров, люди ощущают дискомфорт при дыхании. Особенно страдают те, кто имеет хронические заболевания легких и аллергию. Устойчивое задымление атмосферы, вызванное природными пожарами, может нарушить грузовые и пассажирские авиаперевозки, негативно влияя на логистику региона и целой страны. И, конечно же, пожары в лесах и степях несут серьезную грозу близлежащим населенным пунктам. Огонь с горящей травы легко перекидывается на сельскохозяйственные строения, склады, жилые дома. Самое страшное, когда в такой ситуации гибнут люди. К сожалению, именно люди и являются самой частой причиной возникновения природных пожаров. В Алматинской области более 10 тысяч христианских хозяйств. Практически все занимаются животноводчеством и земледелием. Каждую весну работники крестьянских хозяйств поджигают сухую траву, расчищая территорию подпастбища. А рыбаки и охотники поджигают камыш с целью вынимания дичи для своего обогащения. Огонь распространяется бесконтрольно, что часто приводит к массовым пожарам, невосполнимому ущербу флоре и фауне, а также другим катастрофическим последствиям. Также причиной природных пожаров становятся нерадивые туристы, которые разводят костры в неположенных местах, недолжным образом тушат их за собой, бросают непогашенные спички и окурки в сухую траву. Отдыхающие часто оставляют на местах отдыха осколки разбитого стекла, а оно, преломляя солнечные лучи и фокусируя их, поджигает сухостой. В целях профилактики возникновения пожаров в лесных и степных зонах сотрудники Департамента по чрезвычайным ситуациям Алматинской области регулярно проводят беседы с населением. В нами проводится большая расселительная работа по соблюдению требований пожарной безопасности в период весенних полевых работ, а также при нахождении населения в лесостепных и горных массивах. Доведение до населения правил безопасности осуществляется органами гражданской защиты при непосредственном контакте на общественных мероприятиях и средствах массовой информации, таких как телевидение, радио, печатные издания, соцсети, мессенджеры и официальные сайты, а также СМС-рассылка. Населению крайне важно понимать, насколько ответственно нужно относиться к этой проблеме и предотвращать природные пожары. Ведь их появление – это не только ущерб экологии, экономике, вред здоровью и жизни. Тушение таких пожаров – задача очень непростая, сопряженная с огромными сложностями и риском и дается намного труднее, чем борьба с огнем в городских условиях. Возгорание зачастую происходит на пересеченной местности, в труднодоступных местах, куда не может проехать спецтехника. К тому же в степях, лесах и горах нет пожарных гидрантов и колодцев. Спасатели вынуждены бороться с огнем вручную, порой подходя к ним очень близко и находясь в зоне сильного задымления. При тушении, конечно, используются вертолеты с водой, но основная задача – ложиться на плечи людей тех, кто находится на земле. Еще одним сложным фактором является тушение природного пожара ночью. Пожарная тактика – это запрещает из-за высокого риска для жизни людей. Можно потеряться в сильном задымлении, провалиться в расщелину и получить травму, и даже погибнуть. Тем не менее, пожарные не прекращают борьбу, несмотря на весь риск даже в темное время суток, так как огонь не станет ждать рассвета, а продолжит распространяться, поражая все новые территории. Серьезную опасность для окружающей среды, экономики и населения представляют пожары в условиях природы. На территории области 5 миллионов 300 тысяч гектар занимают земли государственного лесного фонда. Из них 2 миллиона 900 тысяч гектар составляют лесные угодья. В целях оперативного реагирования на терчание ситуации в пожароопасный период 2012 года силы и средства Службы по разрешению аварийно-спасательных работ ДЧС Алматинской области находятся в постоянной повышенной готовности для выполнения задач по ликвидации возможных встречальных ситуаций как в пределах области, так и в ближайших регионах Республики Казахстан. По отработке совместных действий при ликвидации возможных крупномасштабных лесостепных пожаров с привлечением сил и средств Службы областного управления природных ресурсов и регулирования природопользования местных исполнительных органов, экстренных служб реагирования 6 апреля текущего года на базе ТГУ Талкорганское лесное хозяйство проведено областное пожарно-тактическое учение. Одновременно в рамках подготовки к пожароопасному периоду 2012 года на территории области запланировано и проведено 20 пожарно-тактических учений совместно с лесными хозяйствами. В ходе учения отрабатываются вопросы взаимодействия, производится проверка оснащенности добровольных пожарных формирований и лесных хозяйств с корректировкой районных планов привлечения сил и средств. В целом работа по предупреждению о природных пожарах будет продолжаться весь пожароопасный период 2012 года. Дополнительные опасности добавляет и то, что природный пожар практически неуправляем, а зависит лишь от ландшафта, температуры воздуха и скорости ветра. За период горения огонь может неоднократно менять направление, а также в несколько раз ускорить свое продвижение. Именно поэтому особое внимание стоит уделить в этот период детям. Ведь они часто играют в полях и лесах, а это как раз места, где их может застигнуть огненная стихия. Также родителям важно объяснить каждому ребенку, что ни в коем случае нельзя устраивать шалости с огнем. Эта простая детская забава со спичками может привести к большой трагедии. В качестве профилактических мер районными акиматами проводятся рейды по уборке сухой травы и веток, опашка и обновление минерализованных полос. Также ведется постоянный мониторинг, а служба ДЧС переводится в режим повышенной готовности. Работают мобильные группы из числа сотрудников ДЧС, им помогают волонтеры. Мобильные группы следят за соблюдением правил пожарной безопасности и строго пресекают все нарушения. Хотелось бы подчеркнуть, что все спасатели радеют за соблюдение противопожарной культуры, безопасного поведения в горах и лесостепных массивах. Очень важно не допускать разведения открытого огня на природе, вне мест, специально для этого обозначенных. Ни в коем случае не сжигайте сухую траву и тополины пух. Мусор тоже нельзя сжечь, его нужно увозить с собой. Если вы обнаружили открытый огонь в лесной или горной местности, немедленно сообщите об этом по номерам экстренных служб 101 или 112. При нахождении в лесостепных массивах следует соблюдать ряд основных правил. Не разводите костры и не используйте открытый огонь в лесу. Не бросайте тлеющие окурки, всячески пресекайте игры детей с огнем. Не оставляйте незатушенный костер. Его необходимо тщательно залить водой или засыпать песком. Небольшое возгорание необходимо немедленно тушить водой, песком или землей. Что нужно делать, чтобы не спровоцировать пожар, не нанести ущерб, не получить штраф? Департаментом по чрезвычайным ситуациям разработан ряд правил и рекомендаций, следуя которым вы никогда не станете причиной природного пожара. Заблаговременно очищайте территорию, прилегающую к жилью и садоводческим участкам, от сухой травы и мусора. Не допускайте свалки мусора на территории жилых построек, а также вблизи лесных массивов. Не сжигайте мусор у жилых домов, на дачных участках и в лесных массивах. В пожароопасный период не разводите костры и не используйте открытый огонь в лесу. Не бросайте тлеющие окурки и битое стекло. Всячески пресекайте игры детей с огнем. Не оставляйте незатушенный костер, его необходимо тщательно залить водой или засыпать песком. В случае пожара звоните по номерам 101 или 112. Департамент по чрезвычайным ситуациям в Матинской области обращается ко всем жителям и еще раз напоминает о том, что бдительность и осмотрительность – основные аспекты безопасности. В целях недопущения возгораний, помните, что безопасность складывается из мелочей. Поэтому во время пожарно-опасного периода, находясь на природе, во время отдыха, пикников, туристических походов, нужно строго соблюдать правила пожарной безопасности. Если возгорание все-таки произошло, то на начальной стадии его можно ликвидировать водой или накрыв мокрой скатертью, одеялом, любым другим плотным несинтетическим материалом, при возможности воспользоваться огнетушителем соответствующего класса. Но когда пламя уже распространилось, нужно как можно быстрее позвонить по телефону 101 или 112 и кратчайшим и самым безопасным путем покинуть зону возгорания. Весна и лето – период пикников, туристических походов и всяческого приятного времяпровождения на природе. Наслаждайтесь этой порой и самое главное помните, как важно сохранить природу от пожаров, сберечь все эти прекрасные леса, степи и горы для наших потомков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова